Подозрения депутатов подтвердились. Сумма в 37 миллионов долларов, которую Кыргызстан якобы должен возместить, компания Росгидра после денонсации соглашения явно завышена. Причем более чем в два раза. Как отмечает председатель депутатской комиссии Алмамед Шахмаматов, парламентарии детально изучили каждый пункт сметы и удивились, откуда компания взяла эти цены. Например, по стоимости бытовок для строителей. Каждый квадратный метр в них был оценен, словно строили не помещение для рабочих, а фешенебельные апартаменты на крыше небоскребов. По нашим данным, 7 тысяч квадратных метров жилья, построенных из контейнеров, каждый квадратный метр обошелся в 1300 долларов. А эксперты, строители, все те специалисты, которые этим делом занимаются, они говорят, что максимум это должно быть 500 долларов. Кроме того, на строительных рынках обогреватели вот этих вот жилья стоят 7 тысяч сомов. Но по документам они оформлены как 36 тысяч сомов. Это завышено. И таких завышений, по словам членов комиссии, целый список. Например, свои расходы по выравниванию небольшого полотна грунтовой дороги, ведущей к строительной площадке, совместная компания ЗАО «Верхний Нарынский Каскад» оценила в 7 миллионов сомов. Как считают депутаты, 7 миллионов только за то, что там прошелся грейдер. Или, например, услуги за поиск субподрядчиков. Есть некая компания АО «Эск». Она является дочерней компанией «Росгидро», которая выступила генеральным подрядчиком. То есть не надо было здесь и генерального подрядчика выбирать дочернюю компанию. Они за свои посреднические услуги, за то, что они наняли субподрядчиков, они получили 146 миллионов сомов. Это тоже, я считаю, вышли за рамки каких-то даже этических норм. Более того, как выяснилось, найденные генподрядчиком субподрядчики теперь исчезли. Куда они подевались, не знают и в самой компании «Росгидро». Исчезли с 14 миллионами сомов, на которые они должны были поставить дробильные установки. В итоге ни денег, ни оборудования. Причем эти миллионы в смете указываются. Что на это ответит российская страна, пока неизвестно. Депутаты говорят, российские партнеры могут поставить под сомнение действительность итогов работы комиссии, поэтому поручили правительству привлечь независимого международного аудитора. Мы, члены комиссии, решили, чтобы не было односторонних, то есть Кыргызстан, что 37 миллионов, чтобы не возвратить Россию, было создано Кыргызстан, чтобы так односторонних не было. Мы поручили нашему правительству, чтобы нанять независимую международную комиссию, чтобы полностью выявить все факты. Напомним, буквально неделю назад в Москве за мошенничество был задержан бывший глава компании «Росгидро» Евгений Дот. Официально он обвиняется в том, что незаконно начислял себе и своему заму миллионные премии. И хотя Следственный комитет России заверил, что арест ДОДА никак не связан с энергопроектами в нашей стране, депутаты Джогар Кукинеша теперь надеются, что в Москве должны понять, расходы, которые якобы уже потратила «Росгидро», явно пахнут большой коррупцией, в которой замешаны также и кыргызские чиновники. Мазач Гитов, Бакыт Кушалиев, НТС